Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белолусова Татьяна Геннадьевна. Я учитель химии. Предлагаю нам сегодня решить еще одну задачу на растворимость. По условию задачи сообщается, что при нуле градусов Цельсия в 100 граммах воды можно растворить 55 литров при нормальных условиях хлороводорода. В этом случае раствор получается насыщенным. При 50 градусах растворимость этого же вещества составляет 59,6 грамм на 100 грамм воды. Раствор тоже будет насыщенный, но при 50 градусах. Затем сообщается также и то, что раствор был приготовлен при нуле градусов Цельсия массой 40 грамм, а затем этот раствор стали нагревать до 50 градусов Цельсия. И нас спрашивают, какова будет масса раствора, полученного в результате при 50 градусах Цельсия. Итак, решаем эту задачу. Действие первое. Давайте мы разберемся, что происходит при нуле градусов Цельсия. Нам сообщают, что в 100 граммах воды можно растворить максимально 55 литров хлороводорода. Тогда давайте первым делом найдем, сколько хлороводорода у нас может растворяться по массе, следовательно найти массу раствора при нулевой температуре, то есть при нормальных условиях. Для этого воспользуемся формулой ВНВ. Это будет 55,5 литров, деленное на 22,4 литра на моль. В результате литр-литр у нас сокращается и получается 2,254 моль. Теперь давайте найдем массу хлороводорода, которая при этом у нас получается. Работает формула молярная, умножить на моль. Молярная масса хлороводорода 1 плюс 35,5, 36,5 грамм на моль. Мы умножаем на 2,254 моль. Моль и моль сокращаются, значит масса нашего хлороводорода будет равна 82,29 грамм. Значит в 100 граммах воды можно растворить 82,29 грамм хлороводорода. Тогда получается так. 82,29 грамм хлороводорода растворяется в 100 граммах воды, а следовательно раствора получится 182,29 грамм. Это будет раствор. Но нам сказали, что раствор взят всего лишь 40 грамм. Тогда сделаем перерасчет и говорим, а в 40 граммах этого раствора у нас содержится неизвестная масса вещества хлороводорода. Отсюда находим х. Это будет 82,29 грамм. Умножаем на 40 грамм и разделим на 182,29 грамм раствора. Грамм граммы сократятся и у нас получается, что в 40 граммах у нас содержится 18,1 грамм хлороводорода. И еще обращаю ваше внимание, что получается, что у нас при 0 градусах, обратите внимание, в 100 граммах воды может растворяться почти 83 грамма этого хлороводорода. А теперь давайте посмотрим. А у нас при 50 градусах, посмотрите, пожалуйста, масса хлороводорода значительно меньше. Почему так? Потому что хлороводород это газ. А мы с вами обсуждали, когда растворимость, говорили, что растворимость газов с увеличением температуры будет уменьшаться. Поэтому, соответственно, растворимость меняется в сторону уменьшения при более высокой температуре. Тогда решаем задачу при 50 градусах Цельсия. Итак, поскольку мы не знаем, каким будет наш раствор, давайте введем опять также неизвестное. Пусть у нас масса хлороводорода, а, соответственно, он будет улетучиваться. Давайте обозначим его за Y грамм, который будет улетучиваться. Почему улетучиваться? Потому что хлороводород это газ. Тогда получается, смотрите, у нас масса раствора при 50 градусах Цельсия будет равна, смотрите, раствор был в 40 грамм, но из него происходит уменьшение раствора. Почему? Потому что хлороводород будет уходить из раствора. Значит, будет вот так, 40 минус Y грамма. А как поменяется масса растворенного вещества? Масса хлороводорода. Его было 18,1 грамм, и из него Y тоже уйдет. Вот столько будет у нас масса хлороводорода. Тогда получается, воспользуемся справочными данными, и получается следующее. 59,6 грамм содержится в 100 граммах воды, а значит раствор будет 159,6 грамм. Теперь, а у нас теперь растворенного вещества станет 18,1 минус Y, это в граммах, и это содержится в растворе 40 минус Y грамм. Все, решаем эту пропорцию. Получается 59,6 грамм, я записывать не буду, 40 минус Y, равно 159,6 умножить на 18,1 минус Y. И в результате получаем 2276 минус 59,6 умножить на 18,1 минус 2833,13 минус 159,6 умножить на 18,1 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 А следовательно, Y будет равен 5,5713. Я вот даже так точно запишу. Так, теперь давайте посмотрим, а что мы нашли? Что мы за Y брали? Мы брали то количество хлороводорода, которое будет улетучиваться. Потому что хлороводород это газ. А наши просят найти массу раствора. Тогда масса нашего конечного раствора при 50 градусах Цельсия будет находиться как 40 минус Y. А Y мы только что нашли. Значит, отнимаем от 45,5713. И получается, что наш раствор округленно будет равен 34,4 грамма. Значит, эту цифру я немножечко здесь в расчете, в последнем округлила. Итак, ответом по задаче получается масса раствора при 50 градусах Цельсия будет равна 34,4 грамма. Еще раз, чтобы была понятна конва этой задачи, почему масса раствора уменьшается. Потому что хлороводород это газ, а газы с увеличением температуры растворяются меньше, чем при более низкой температуре. Задача достаточно сложная, но я надеюсь, что вам понятно, как мы ее решили. И подобные задачи вы, конечно, научитесь решать и сами. И будете решать их успешно. Ну а на сегодня у меня все. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok